Чувство грусти и тоски накрывают многих людей в Иркутской области с приходом осени. Всё дело в изменении погоды и сокращении светового дня. Тем не менее, рецепты, как справиться с плохим настроением, у жителей региона есть. Какие? Сегодня выясняла Анастасия Смирнова. Яркие цвета, фактурность и эмоциональность. То, что появляется в первую очередь на картинах иркутянки Анастасии Ирганайте не с приходом осени. Это один из любимых сезонов художницы, ведь он даёт возможность запечатлеть природу во всей её красе. Очень люблю, когда такие контрастные цвета появляются. То есть на голубом или таком ярко-синем небе, жёлтые листья. Ну, такие прекрасные контрасты, мне кажется. Когда ты пишешь картину осенью, если вдруг у тебя плохое настроение, то есть возможность с помощью творчества с ним справиться. И все негативные какие-то эмоции ты выплёскиваешь на холст и наоборот получаешь оттуда эмоции позитивные. Но получают порцию позитивных эмоций и вдохновения в это время далеко не все иркутяне. С наступлением холодов у многих людей на душе без видимой причины становится тоскливо. Это может быть признаком осенней хандры. Но рецепт лечения от такого настроения есть. И, как оказалось, у каждого жителя областного центра он свой. Вкусная еда – это же очень хороший афродизиак. Поэтому кофе, что-то сладкое, хорошая музыка. Улыбаться людям, перевезти бабушку через дорогу или дедушку. В таком плане. Ну, может, фруктов поесть каких-нибудь помогает поесть. Или обообщаться с родными, с друзьями. Другие же жители Иркутска могут получать хорошее настроение от того, что дарят положительные эмоции окружающим. В их числе и уличные музыканты. Со сменой сезона они также меняют за свой репертуар, чтобы порадовать прохожих. Нужно что-то более подходящее под их настроение. Если летом мы играем, видели ночью, то все-таки осенью там побледневшие листья окна и подобные. В жаркое время года мы больше играем романтичной музыке вечерней. То сейчас романтичная музыка, конечно, отходит на второй план. И всегда народ любит более энергичную. Современные хиты. Либо старые, но в современной обработке. Но единого способа, как побороть осеннюю хандру всем, к сожалению, нет. Специалисты советуют выбрать дело, которое станет по душе именно вам. Причем кардинально менять свои интересы с приходом осени не обязательно. Если вы купались, то вы можете ходить в бассейн. Если вы встречались с друзьями, то формируйте какие-то новые формы встреч. Это вот игры, допустим, настольные. Сейчас очень популярные и много групп собираются, играют в эти игры. Встречайтесь с приятными для вас людьми. Получайте вот эти дофаминные эндорфины, но только совершенно другим путем. А этот путь вы можете выбрать сами, который подходит именно вам. Получается, что осень – это не грустная пора. А напротив, этот сезон может добавить в жизнь иркутян ярких красок. Главное – это желание увидеть их. Анастасия Смирнова, Василий Заводский. Новости по будням. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова